Быстрее, выше, сильнее. И все это в одном виде спорта. В Ивановском институте противопожарной службы стартовали всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту. Участники из разных уголков страны приехали, чтобы посоревноваться друг с другом за места в сборной России. У нас 142 участника. Это лучшие из лучших, которые представляют образовательные учреждения и которые борются за честь победителя всероссийских соревнований. Участник в этом испытании должен преодолеть дистанцию 32 метра горизонтально и еще 10,5 вертикально. Получается, спортсмены штурмуют высоту четырехэтажного здания. И все это с грузом. Ведь лестница весит не меньше 8 килограммов. Рекорд мира 12,5 секунд поставил некогда выпускник Ивановского ИГПС. Этот вуз вообще кузница победителей в этом спорте. Альберт, например, чемпион мира среди юношей. На школьных соревнованиях меня заметил тренер. Предложил попробовать. Сначала не получалось, потом начало получаться. Выиграл первую Россию свою и решил остаться. Очень понравилось. Здесь главный акцент – это скорость и техника. В основном надо нарабатывать технику. Это самое главное в этом спорте. И главная новость теперь в спорте – даже девушки. Программа у них немного легче, чем у представителей сильного пола, но все же не из простых. Важна скорость, чувство равновесия и точность. Если не попасть пожарным рукавом в разветвитель, результат попросту не засчитывается. Среди девушек условия очень одинаковые. То есть они все на старте равны. Но скидки небольшие делаются. Они могут во второй этаж учебной башни, если касается сегодняшней программы соревнований. На 100-метровой полосе с препятствием вместо забора у них стоит определенный барьер. А так нет. Так в таких же условиях, как и мужчины, потому что выполнение боевой задачи, оно одинаковое, что у женщин, что у мужчин, спасение людей в чрезвычайных ситуациях. Собственно, участие не только парней, но и девушек в соревнованиях – это последняя формальность перед включением этого вида спорта в число олимпийских. И, возможно, совсем скоро ивановские спасатели получат возможность привезти домой свое олимпийское золото. Наталья Романова, Андрей Семегулков, РТВ Иванова.